Дмитрий Анатольевич, та августовская война, было ощущение, что была неизбежной еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были? Да нет, никакой неизбежности не было. И мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. Да, там в тот период была высокая степень напряженности. Она, собственно, возникла не в 2008 году, а в 1991 году. И эти отношения между отдельными составными частями на тот период Грузинской Советской Социалистической Республики, они ощущались даже до того периода. Я почему-то вспомнил, как в 1990 году из Сочи приехал впервые в жизни на территорию Абхазии. Ну тогда, соответственно, Грузии. И во время разговора с обычными людьми, там в каких-то ресторанчиках, еще где-то, я почувствовал, что у них такое очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть там напряжение уже тогда чувствовалось, на бытовом уровне. Это было для меня довольно непривычно, потому что, ну скажем так, еще ни в Москве, ни в Ленинграде этого никак не ощущалось, и никаких признаков этого не было. Вот поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 90-е годы, в тех решениях, которые принимала, наверное, в 90-е годы власть в Тбилиси, и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Ну, вследствие этого возник конфликт, как известно, были введены миротворцы. То есть все оттуда. Но до 2008 года удавалось балансировать все эти негативные процессы, выступления, проявления насилия даже, так или иначе, которое вспыхивало так спорадически. А в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом дали зеленый свет агрессии. И произошло то, что произошло. Это не было неизбежно. Это, безусловно, является субъективным выбором Саакашвили и его окружения. Но в какой-то момент казалось, что ваши с ним отношения складываются довольно неплохо. А в какой же момент что-то пошло не так? Потому что вы встречались, общались, и как-то даже неплохо друг от друга отзывались. Да, оно и так действительно выглядело неплохо. И во время первой встречи, когда я только вступил в должность президента, он сказал, что он хотел бы восстановить отношения, что он рассчитывает дружить. Ну, в общем, договорил массу приятных слов, каких-то там комплиментов. Ну, я это все послушал и говорю, хотите развивать отношения, давайте будем развивать. Есть определенные подходы к тому, как их развивать. Нам нужны нормальные дружеские отношения с нашим соседом, с Грузией. В общем, мы к этому готовы. Мы понимаем, какой у вас внутренний конфликт есть. Мы понимаем, что страна разделена на части. Но мы готовы помогать потихоньку, аккуратно, способствовать процессу сближения. В конечном счете, для того, чтобы сохранить возможность даже существования самого государства в таких границах, будь то федерация, конфедерация, еще как-то. Но это мог бы быть выбор всех народов, населяющих Грузию в тот период. То есть и самих грузин, и осетин, и абхазов. Он сказал, что я готов и так далее. Потом мы еще несколько раз где-то пересекались. В том числе, я помню, мы пересекались в Астане. Он тоже там демонстрировал всяческие желания чего-то там обсуждать, развивать. А потом как-то пропал, потому что мы о чем-то там договорились, о каких-то встречах, контактах. И вот я просто отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи. Я тогда не придал этому уж такого большого значения. Но теперь я склонен считать, что это уже была выработанная линия. Значит, он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель Российской Федерации займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично. А, иными словами, просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти. Не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении наших миротворцев и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и там, и там, и в Абхазии, и в Южной Осетии. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что к тому времени он уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями. В данном случае речь идет, прежде всего, о Соединенных Штатах Америки. Как известно, у него была Кандализа Райс в тот период в качестве государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. До этого у него были контакты с господином Фридом, который всегда занимался отношениями с бывшим Советским Союзом. Он советолог, который всегда имел крайне русофобскую позицию. Ну и, по-моему, Ченни тогда тоже приезжал. То есть там все уже успели отметиться. И к тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что его американцы поддержат при любых раскладах. Ну вот произошло то, что произошло, и после этого вы принимаете решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я слышал мнение, что это решение не было бесспорным, что были и оппоненты, и те, кто считал иначе, что не надо этого делать. Как это все происходило, как это все принималось? Ну, я могу рассказать, как это принималось, если ничего нет сверхъестественного. Всякое решение должно быть обдумано. И всякое решение требует, ну, что называется, взвешивания положительных и отрицательных моментов. После завершения военной составляющей кампании по принуждению Грузии к миру, встал вопрос, а что дальше? Естественно, прежде всего передо мной, как перед главой государства, я определенное время думал, и потом пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг. Через некоторое время я переговорил с председателем правительства тогда, Владимир Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал. После этого вопрос был вынесен на заседание Совета безопасности. Мы обсуждали, естественно, все нюансы этого решения, понимая, какую реакцию мы получим. Но в данном случае и коллеги по Совету безопасности меня также поддержали. Решение было принято, я подписал соответствующий указ, по-моему, 26 августа 2008 года о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии. И с этого момента для этих территориальных образований началась новая жизнь. То есть никаких дискуссий над темой не было? Единогласно принято? Ну, дискуссии были, есть и будут всегда. Это совершенно нормально для любого гражданского общества. Дискуссии были и тогда. Достаточно поднять прессу того периода в интернете, порыться, что называется, посмотреть, какие были дискуссии. Но если говорить о позиции высшего политического руководства, то позиция была единой. Мне просто и сейчас в российских госструктурах попадаются люди, которые говорят, что, может быть, следовало не признавать, а подвесить, ввести войска, но оставить возможность для дальнейшего разговора на эту тему с Грузией, тем самым для восстановления с ней отношений. Вот вы к такой точке зрения попадаете? Понимаете, любое подвешенное решение, оно имеет, наверное, какой-то там смысл, потому что можно действительно вести дискуссии, как вы говорите, но, к сожалению, оно не решает главного вопроса. Оно оставляет поле или пространство для силовых действий. Если это независимое территориальное образование, если это государство, с которыми у нас есть договоры, и с которыми у нас существует соглашение о размещении там нашего воинского контингента, то тогда все ясно. Никто не рыпнется, никто ничего не будет делать. Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем проводить жизнь какие-то утопические идеи. А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее. А с учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было. Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы вот такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации. Я в тот период как раз находился в Грузии и помню, как российские танки остановились где-то в километрах, ну, в нескольких десятках километров от Двилиси. А почему не пошли дальше? Потому что цель была в том, чтобы выбросить грузинские войска из Сахинвала, навести порядок и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий. Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. В конечном счете, это дало нам возможность успокоить ситуацию не только в Грузии, в Осетии и в Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским Союзом и с другими странами. Если вы помните, то в тот период, несмотря на довольно жесткую реакцию, в конечном счете мы достаточно быстро смогли договориться, а результатом работы комиссии Хайди Тальевини была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной, и они начали агрессию. Там были, конечно, определенные суждения и в наш адрес, о пропорциональности использования силы и так далее, но это уже оценочные суждения. Самое главное, что там был сделан вывод о том, что агрессию начала Грузия, и этого уже из истории не вычеркнуть. Но я не считал правильным этот градус, что называется, вот такого противостояния поддерживать. Именно поэтому было принято решение, мною как верховным лункомандующим, развернуть войска и вернуть их в нашу страну. Тогда действительно многих поразило то, насколько быстро нормализовались отношения России и Запада. Случилось партнерство для модернизации с Евросоюзом, произошла перезагрузка США. Ваши отношения с тогдашним президентом США, Бараком Обамой, были довольно теплые. Да у меня даже и с Джорджем Бушем после этого были совершенно нормальные отношения. Значит, мы с ним встречались как раз в конце 2008 года. Он, откровенно сказать, во время нашего последнего разговора, как сейчас помню, когда кризис начался, вся наша беседа в основном касалась экономики, он даже не помянул ситуацию в Грузии и проблемы Южной Абхазии, Южной Осетии и Абхазии. Да, и вот сейчас мы наблюдаем очередной кризис в отношениях России и Запада, связанный уже в первую очередь с Украиной, или начавшейся, скажем так, с Украиной. Так почему в тот период последствия были так быстро преодолены, а сейчас до сих пор не удается этого сделать, и Россия и Запад стоят в этом клинче? Это разные ситуации, и люди другие уже работают. Я имею в виду наши партнеры, они совершенно другую позицию занимают. Ну и самое главное, что это действительно принципиально просто разные истории. Хотя, скажем прямо, эта позиция российской стороны, она заключается в том, что и применительно к тем событиям, которые случились на Украине, если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было действительно в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще. Если вернуться снова к признанию независимости Абхазии с Южной Осетией, что получила Россия, признав эти две республики, я имею в виду в стратегическом, в геополитическом плане, какие преимущества? Россия получила главное – мир. Мы смогли защитить своих граждан, их много, которые живут, граждан Российской Федерации, и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас постоянно не болит голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно. И это самое главное. Вы уже упомянули в связи с действиями тогдашнего грузинского руководства Соединенные Штаты, и после этого вы неоднократно говорили, что Грузии активно помогали США. Так вот, один из взглядов на эту ситуацию состоит в том, что Россия, признав Абхазию с Южной Осетии, поломала игру Запада в этом регионе. Имеется в виду попытки ускорить интеграцию Грузии в НАТО. И вот распространено очень мнение, что именно с этим связано признание Абхазии с Южной Осетии, последующее размещение военных баз, ну и все, что происходит сегодня. Насколько это соответствует действительности? Насколько это правда? Я не буду это объяснять в терминах «чья-то игра», «ломка этой игры». Я скажу о другом. Мы с вами были свидетелями того, как разрушился Советский Союз и Варшавский договор. В то же время сохранилась НАТО, которая со всех сторон пытается окружить Российскую Федерацию. Вот дело не в том, нравится кому-то политическое руководство России или не нравится. Дело не в каких-то там идеологических принципах или в разнице в ценностях. Дело совершенно в простых вещах, совершенно очевидных для любого обычного человека. Сейчас нет ситуации, когда существует два блока, находящихся в состоянии противостояния, находящихся в прямом, по сути, таком конфликте, как это было во времена существования Варшавского договора и НАТО. А НАТО продолжает действовать. И НАТО не просто продолжает существовать, оно расширяется. И все большее количество стран пытаются вовлекать в Североатлантический альянс. Мы к этому не можем относиться равнодушно, потому что никто не отменял ядерного паритета в мире, никто не отменял того, что для военачальников крайне важно понимать состояние баланса между стратегическими ядерными силами различных государств. А государство НАТО, к понятным причинам, чтобы там не говорили наши коллеги из этого альянса, все равно рассматривает Российскую Федерацию в качестве потенциального противника. И совершенно очевидно, что их возможности, военные возможности, включая ядерную триаду, нацелены на Российскую Федерацию. Это, к сожалению, факт. И, соответственно, мы должны понимать, что мы можем противопоставить в этой ситуации. Когда кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься, а количество стран, которые входят в НАТО, все увеличивается и увеличивается, это наш не может не беспокоить. Потому что в данном случае уже речь идет не только о стратегических ядерных силах, но уже о тактическом ядерном оружии, которое при приближении к границам Российской Федерации приобретает качество стратегического ядерного оружия. А также о неядерных средствах, которые в настоящий момент, с учетом того, что они носят высокоточный характер, способны причинить колоссальный ущерб. Иными словами, расширение НАТО – это безусловная угроза Российской Федерации. И это безусловный вызов. Вот относительно недавно было принято решение очередное о том, что Грузию ждут и примут в Североатлантический альянс. Но это, как можно прокомментировать? Это абсолютно безответственная оппозиция. Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или с нашей точки зрения, государства, как свои. Значит, есть неурегулированный территориальный конфликт, вне зависимости от того, на какой позиции мы находимся. и такую страну, такое государство примут в военный блок. Мы понимаем, чем это грозит. Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо. Если это просто дипломатическая уловка, типа мы вас примем, значит, не волнуйтесь, а на самом деле мы ничего делать не будем. Ну, это другая история. Пусть тогда наши коллеги с Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, еще что-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс. Можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как? Улучшит ситуацию в мире? Вы предварили мой вопрос. Все-таки я хотел бы уточнить, если действительно, хотя сроков в НАТО никто не обозначал, просто сказали, что да, примем. А теоретически, если представить себе, что это произойдет, что Грузию принимают в НАТО без Абхазии и с Южной Осетии, вот с той ситуацией, которая сейчас есть, это потенциальный конфликт с участием России? Это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения. Потому что для нас Абхазия и Южная Осетия это самостоятельные государства, с которыми у нас дружеские и дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы. И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении. Никто из тех, кого принято считать союзниками России, не признал Абхазию, независимость Абхазии и Южной Осетии. Я имею в виду, в первую очередь, союзников ПАО ДКБ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия хранят на эту тему молчание. А вот кого вы считаете настоящими союзниками России? Потому что порой складывается впечатление, что это как раз Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, теперь уже ДНР и ЛНР. Я понимал, насколько это сложная тема для обсуждения. Когда все это произошло, я не помню, на каком мероприятии, где действительно собрались мои коллеги в тот период. Я сказал, что я понимаю, насколько это сложный выбор, поэтому я, уважаемые друзья, вам ничего не предлагаю. Вы вольны поступать так, как считаете правильным. Потому что это было наше решение, но это не ваше решение. У нас сохраняются наши обязательства в рамках ОДКБ, но это совершенно другая история. И, собственно, на этом и были выстроены отношения по этому поводу с нашими партнерами. До войны еще в Грузии вы выходили с инициативой подписания договора о европейской безопасности, а уже после войны появился сам проект этого договора. Но дело никуда не сдвинулось. И как вы сейчас считаете, учитывая, как много все говорят о необходимости выработки правил игры в международной политике, эта инициатива похоронена навсегда или еще можно ее переменять? Да ничего в международной жизни не является, что называется, забытым навсегда, все можно реанимировать, было бы желание. Мы действительно тогда прошли большой путь и даже несмотря на конфликт августа 2008 года смогли подняться над этими проблемами с Европейским Союзом, в известной степени Соединенными Штатами Америки появился договор об ограничении стратегических вооружений СНВ-3. рассматривались различные формы новых договоров об обеспечении безопасности в Европе. Мы вошли в партнерство для модернизации с несколькими десятками стран. Я не думаю, что эта ситуация будет вечной. Мне кажется, осознание того, что общаться и дружить все-таки лучше, чем бесконечно объяснять, в чем мы неправы, оно приходит к нашим соседям из Европы. Надеюсь, что и Соединенных Штатов Америки в конечном счете их руководителям тоже такого рода осознание придет. Поэтому двери не закрыты. Можно реанимировать все, что угодно. Тем более, что не мы начинали и санкционную кампанию, всякого рода ограничения, высылку дипломатов, введение экономических мер. В этом смысле шарик, что называется, всегда на их стороне. они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения. Мы к этому готовы. Если говорить о Грузии, то признание обходить Южной Осетии навсегда закрыло возможности восстановления отношений с той страной, потому что для них это камень преткновения. Я тоже думаю, что это не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией. Я напомню, там сейчас другое правительство, и если говорить о карьере Саакашвили, то она по всей вероятности в Грузии завершена, что мне кажется очень хорошо для самой Грузии. с новым руководством безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность, мы готовы выстраивать отношения. Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали, если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это безусловно в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси.